Оперативное совещание 17 января началось с вручения благодарственных писем, которые поступили из министерств и ведомств Московской области. При подведении итогов работы за 2021 год Владимиру Жирову, заместителю главы, вручили почетную грамоту за вклад в сферу обеспечения безопасности и улучшения качества обслуживания на ЖД. За системное участие, вклад, развитие в лыжню Завьяловых и кросс имени легендарных братьев Знаменских почетными грамотами наградили Наталью Асееву, председателя комитета по образованию, Веру Алексеевну Плеханову, директора спортшколы, Леонида Савина, председателя комитета по спорту и молодежной политике. Благодарственными письмами наградили Александра Никитина, руководителя управления капитального строительства, Андрея Кузьмина, директора МКУ ТУ Кузнецовская. После награждений Виктор Неволин перешел к основным задачам в работе округа. Снегопада не отступает, нагрузка на коммунальные службы велика. Только на горячую линию главы по этому вопросу поступило 270 с лишним обращений. Ну и, конечно, в аккаунтах ЦУР за неделю 114. Жалобы идут от жителей по очистке содержания территории. Это связано с тем, что в некоторых местах снега настолько много, что негде ставить автомобили. Мы проводили выезды на место и понятно, что в некоторых местах люди просто оставляют машины и уезжают на электрический в Москву, потому что в такой снегопад проехать даже по дорогам не только муниципальным, но и региональным дорогам достаточно сложно. Большие пробки, поэтому возле домов образовались сугробы. Глава округа уже провел контроль уборки территории и таковые будут продолжаться. Необходимо в работе использовать и средства против обледенения дорог. Под снегом лед, и это опасно. Сосульки на крышах – еще одно направление в трудовом десанте коммунальщиков. Поэтому очистка крови – это задача важнейшая и не только для управляющих компаний, но и для всех руководителей учреждений, которые отвечают за этот вопрос. Огромное количество сосулек, которые сейчас свисают и представляют из себя угрозу. Их надо оперативно убирать. И здесь тоже обращаю внимание всех руководителей на то, что сосульки, которые висят по полтора-два метра – это прямая угроза. Уже с 18 января начнутся отчеты директоров МКУ-ТУ. Трансляции будут вестись на YouTube-канале Раменского ТВ. Следите за анонсами. В связи с ростом числа заболевших ковид, больница в Броницах вновь открыта для приема пациентов с коронавирусом. Отмечается резкая заболеваемость. За прошедшую неделю были 157 новых случаев заболеваний коронавирусом инфекции, что на 203 человека больше, чем на предыдущую неделю. В 8 утра сегодня открыт ковидный госпитал Броницов. На данный момент, на 10 утра, когда уже достигнули 15 человек. За последние три месяца – это наивысшие цифры по районному городскому уровню. Рост отставил более чем в полтора раза. Эффициент распространения составил более двух. В связи с ростом заболевших граждан приглашают на вакцинацию и ревакцинацию. Что касается работы ресурсоснабжающих социальных и муниципальных организаций, то все работают в штатном режиме. Детсад номер 20 на молодежный уже 12 января вновь работает в привычном режиме. Полный набор детей, организованное питание. Все ремонтные работы максимально совершенные. Остались только некоторые пусконаладочные вещи, связанные с кнопкой тревожной сигнализации, которая тоже работает, и автоматической пожарной сигнализации. 19 января Крещение Господне. В округе будут подготовлены и оборудованы 13 купелей. Безопасность – главный критерий возле каждой Ордани. Все, что связано с Крещением, это и удобный подход, и перила, и по возможности это раздевалки, где можно выпить горячего чая, где можно запарковаться. Все это внимательное отношение к тем, кто приезжает и получает, и приезжает для того, чтобы окунуться или сделать омовение в Ордане, пожалуйста, отработайте, потому что из этого складывается настроение.